Никакие бы иноземные войска не пришли на нашу бы землю, если бы наши предки сами того не захотели. В борьбе за власть столкнулись боярские элиты. Ослабили центральную власть. Как бы самое темное и гадкое всплыло наружу. И в этой гадости захлебываться стала народная жизнь. И сметенная боярская элита всеми этими обстоятельствами была не способна ни навести порядка, ни восстановить законного управления. Вместе с этим распадом социальной и общественной жизни, вместе с этими угрозами благополучию народа произошло смятение в умах. Смута была смутой в сознании, ослаблением веры настолько, что многие считали, что отказаться от своей веры означает открыть дорогу иностранцам, которые наведут порядок в стране. Когда иноземцы вошли в Москву, требовалось склонить патриарха Гермогена, который вслед за своим предшественником не признал незаконную власть, мучимый в подвалах чудового монастыря и голодом, и холодом, и жаждой, пред явной угрозой смерти не дрогнул. И напротив, в этих самых подвалах он писал грамоты, которые чудом удавалось вынести за пределы Кремля и распространить по Руси. Он призывал народ встать на защиту веры и Отечества. И знаем, что это воззвание достигло умов и сердец русских людей. Гражданин Минин и князь Пожарский образовали ополчение. Взяли с собой чудотворный образ Казанской Божьей Матери и пошли на Москву. И через молитву покаяния обрели победу, изгнав из наземцев из нашего Отечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова